Почитаю-ка я вам вечернюю сказку Это аудио статья Ну немножечко на тему скандинавской мифологии Кстати хочу вам сказать, что не так давно, около года назад Дмитрий Юрьевич Пучков-Гоблин и Клим Саныч Жуков Сделали довольно-таки хороший исторический обзор по Скандинавии Но вот что касается мифологии, передачку-то не дожали Ну вот придется мне немножечко исправить пробел этот у коллег И почитать вам немножечко о северной традиции Это аудио статья 3 Называется она «Читателю на заметку» или «Свежий северный ветер традиции» Сейчас полежка подкину, а то на улице прохладно Магия огня, как вам? Это, кстати, одна из магических стихий «Огонь» Читателю на заметку или «Северный свежий ветер традиции» Тема «Северной традиции» Пантеона северных богов Наверное, слишком сложна и величественна для упоминания в аудио статье Тем не менее, я хочу поделиться некоторыми частичками этого интересного и магического мировосприятия Завораживающего своей красотой и глубиной К сожалению, письменных источников, лежащих в основе традиций, не так уж много И основной из них и наиболее известный – старшая эда Это поэтический сборник древнеисландских песен о богах, героях, их подвигах Датируется примерно XIII веком Сами же предания, лежащие в его основе, передавались из поколения в поколение устной традиции И уходят корнями в непроглядную глубь веков Наибольшее впечатление на меня произвела часть старшей эды, называемая Речи Высокого Это, по-моему, 167 таких коротеньких аллитерационных стихов Аллитерационных – значит не в рифму В которых верховный бог северного пантеона, Один, всеотец Дает свои наставления людям Это, знаете, такая своеобразная Библия северной традиции Но ее язык скорее прост, чем вычурен Но что удивительно, эта простота совершенно не в ущерб содержанию и качеству смыслов Впрочем, судить об этом предоставлю вам Цитирую некоторые стихи и сопровождаю их своими комментариями Силу свою должен мудрец осторожно показывать В том убедиться бившиеся часто, что есть и сильнейшие Вообще, в Речах Высокого много призывов к разумному и адекватному поведению И это один из них Этот стих, как мне показалось, может быть переадресован к некоторым лидерам мнений Политикам и прочей публике Которые иногда страдают категоричностью суждения и непродумностью своих оценок Гость не должен назойливым быть и сидеть бесконечно А ведь даже приятель станет противен, коль долго гостит он Пару раз цитировал эти стройки, сам находясь в гостях И с целью как-то интеллигентно закруглиться и побыть домой С учетом авторитетности источника, реакция у принимающей стороны, как правило, положительная Попытки удержать на ночевку или 25-й пассажок прекращаются Рекомендую очень просто запомнить Знают стада, что срок наступил, покинуть им пастбище А кто не умен, мера не знает, живот набивая Бестолку жадные стараются жрать себе на погибель Смеются порой над утробой глупца на пившестве мудрых Это тоже частично вдогонку к гостевой теме Но в основном призыв к здоровому образу жизни Удивительно, как это перекликается с такими же рекомендациями великого целителя Востока Авиценна Пей много воды, будь умеренным в пище, в болезни, пастись Ну и с христианской традицией регулярных постов Все это перекликается, которые помимо духовного воздействия на человека Бесспорно оздоравливают его тело А впрочем, чего удивительного, мудрость идет к нам Из некого общего источника, скорее всего Осторожным быть должен, конунга отпрыск И смелым в сражении Каждый да будет весел и добр До часа кончины Но это одно из самых моих любимых Некий идеал поведения, к которому стремлюсь Осторожность никогда никому не мешала Но если уж понеслось Будь смелым, невзирая на последствия По крайней мере, не в чем будет себя потом упрекать И прошлая, и современная жизнь давали И дают немало поводов быть невеселым и недобрым Это уж как дважды два Однако, когда причины или поводы для депрессии исчезают Лично я часто жалею, что ходил мрачный и злой Гораздо более продуктивно Или, если хотите, стильно Вести себя так, как рекомендует Один Весело и добро Только так кинопленка, отснятая нашей жизни Может быть хоть сколько-нибудь привлекательна Для ее возможного зрителя-арбитра Но вы понимаете, о чем я Глупый надеется смерти не встретить Коль битв избегает Но старость настанет Никто от нее не сыщет защиты Лично мне очень стыдно за пару битв, которых я избежал Понимаю, конечно, что невозможно вернуться назад в ночь перед сражением Сейчас стараюсь так не делать А вы? Руны найдешь И постигнешь их знаки Сильнейшие знаки Крепчайшие знаки Хрофт их окрасил А создали боги И Один их вырезал Руны и рунический алфавит Так называемый старший футарк По преданию были подарены людям, самим Одином То же предание рассказывает, как Один добыл это знание И лично на меня это произвело Ну, сказать, что сильное впечатление Ничего не сказать Если кто-то не знает Он пригвоздил сам себя копьем к стволу мирового древа Ясеня Игдрасиль И девять дней и ночей провисел на нем вниз головой На девятый день В узорах теней от листовой ясени И в шелесте его листьев Он увидел и услышал руны Больше нигде Ни в каких источниках Я не встречал ни одного примера Аскезы и сакральные жертвы сравнимые с этой Ну, разве что Прометей Но опять-таки, несмотря на все мучения От орла Зевса Прилетавшего каждый день клевать его печень Приковался к скале он не сам Приковали его олимпийские боги Вообще для Одина Характерна эта жажда новых знаний Которая нашла отражение во множестве других эпизодов Скандинавской мифологии Например, похищение Одина меда поэзии И жертвуем собственного глаза великану Мимиру Охранявшего источник мудрости За возможность испить воды из этого источника Симпатичная черта для Бога, не правда ли? Это жажда знаний Жажда совершенства Правда, в одном из стихов он предостерег людей От чрезмерного увлечения познанием Следует мужу в меру быть умным Не мудроства и много Ибо редка радость в сердцах Тех, чей разум велик и знания обширны Кто нравом тяжел Тот всех осуждает, смеется над всем Ему невдомек, а должен бы знать, что и сам он с изъяном Ну это прям наша поговорка про бревно в глазу Действительно, иногда смотришь на некоторых деятелей Особенно в медийной сфере, вещающих про общественные и национальные недостатки И думаешь Себя-то в зеркале с утра видел Вообще, любое высокомерие с точки зрения мыслящего человека Должно выглядеть просто комично С учетом того общеизвестного факта Что люди в большинстве своем несовершенны Если дружбу ведешь и в друге уверен И добра ждешь от друга Открывай ему душу Дары приноси Навещай его часто Но если другому поверил оплошно Добра ожидая Сладкую речью Скрой злые мысли И лги Если лжет он Но это как бессмертные строки Высоцкого Если друг оказался вдруг И не вдруг, и не враг, а так Вообще, предательство, на мой взгляд Это самый тяжелый проступок в личных отношениях Совет Одина в этой ситуации Действовать исключительно в личных интересах И спокойно Надо признать разумным Хотя сохранять спокойствие в таких случаях Конечно, очень сложно Так же и с теми, в ком усомнишься В ком видишь коварство Улыбайся в ответ Скрывай свои мысли И тем же отплачивай Следующий стих Наверное, он Ну что ли, центральный В хавамале Гибнут стада Родня умирает И смертен ты сам Но смерти не ведает громкая слава Деяний достойных Это, пожалуй, наиболее часто цитируемый отрывок Из речей Высокого Поскольку Эда, по утверждению специалистов Является однокоренным словом со словом Веда Здесь трудно не заметить связь с самым известным Ведическим постулатом О бренности материального и неуничтожимости духовного Духовного Хотя и различия все же есть Чем они связаны, трудно сказать Наверняка тут поучаствовал человеческий фактор Но есть и принципиальные расхождения Советы мои, лотфов нерслушай На пользу их примешь Коль ты их поймешь Злые поступки злыми зови Мсти за злое немедля Как нетрудно заметить Этот совет Одина сильно расходится с нагорной проповедью Но это, как говорится, без комментариев И тут же в следующем стихе Полное совпадение с христианской моралью Советы мои, лотфов нерслушай На пользу их примешь Коль ты их поймешь Чужую жену не должен ты брать в подруги себе День хвали вечером Жен на костре Меч после битвы Дев после свадьбы Лед, если выдержит Пиво, коли выпито Разумно, правда? Вообще, в речах высокого много бытовых наставлений Что сильно уменьшает дистанцию между Богом и человеком Богом и человеком За счет того, что Бог проявляет о человеке Очевидную заботу и дружелюбие Это, безусловно, располагает к лучшему усвоению материала Надеюсь, что приведенные отрывки как-то заинтересовали Поэтому рекомендую вам обсуждаемый источник Прочтению целиком Абсолютно уверен, что читатель найдет там отрывки созвучные именно ему Вот речи высокого в доме высокого Нужные людям, ненужные йотанам Благосказавшему Благоузнавшим Кто помнит, воспользуйся Благоузнавшим